Хоба, привет! С вами доктор Влад с утра пораньше. У нас 6 часов в Чикаго. И какие новости за истекшее время? Ну у нас сегодня ночью было прям жарко, даже 20. Вот, вроде погода устанавливается, хотя солнце что-то не очень показывается. Довольно-таки хмуро. Ну ладно, огурцы вроде начали расти по третьему листочку. Выпустили это 13 июня, мрак. Ну ладно, может в октябре вырастут. Посмотрим, что будет дальше. Трава только прет. Тепло, вода и в общем опять мне траву придется стричь сегодня-завтра. Ладно, это вот наши такие дела. Но вчера пылесос вот этот я запустил. Да мы его не покупали. Нам принесли одна семья. Им не нужно. Надоел, шумит. Вот он дорогой довольно-таки. Так как-то обычными пылесосами. У нас тоже их несколько обходились. Ну вот этот я попробовал, мне понравилось. Он собрал за час. Долго работает, кстати. Собрал очень много волос собачьих. Я даже и не подозревал, что их так много оказывается. А он такой упорный, гудит. Ну собаки. Гришка лаял. Пытался укусить. Миша удивлялся. Миша у нас серьезный. Ничего, привыкнут. Ну в крайнем случае можно его оставить и дверь закрыть просто и все. Ладно, вообще отличная штука. Вот что она придумывали, а? Оттаз полный. А почему он сразу не приземлился к своей маме? Вот. Ну там я посмотрел, там условия в принципе в спальне невыполнимые. Должно быть 3 метра перед ним пространство свободного и по бокам по метру. Да ладно. Его можно так просто, вот когда он уже начинает дергаться, вот изловить и выключить и подключить зарядку. Это не проблема. Главное, что руки освобождаются. Ребята, умная техника в Америке. Блин, как здорово, да? Хорошо. Теперь, знаете, о чем я хотел сегодня поговорить? На тему Трампа и Ина. Вот то, что они встретились. Как там один написал политолог Наехи. Два альфа самца. Вот. Ну, в общем, в комментариях, вот у меня даже на канале Ютьюбе были восторги. Вот молодец, туда-сюда. Я не очень всему этому верю, а вот сегодня нашел подтверждение своим словам. Грамотный один дядя писал. Ну, не только он. Несколько. Ну, этот вот очень хорошо написал. Что, ребят, давайте рассуждать здраво. Что вот этому Ину, для того, чтобы провести процесс денуклеаризации. Денуклеаризации. Вот. Это нужно лет 10. И то под присмотром, чтобы все это демонтировать. Вот. Пустить всех туда. Из Америки консультантов и так далее. Ну, даже не консультантов, а проверяющих. Лет 10, как минимум. Вот. То, что Трамп сказал, что там пару он уничтожил, они не нужны больше были ему, видимо. Вот. Это через 10 лет. Еще будет, нет, не знаю. Вот. А сейчас уже он требует от Трампа полное снятие санкций. Понимаете? Мало того. Ну, тоже правильно сказано, что... Что ему стоит заначить десяток ядерных ракет где-нибудь там на тайных полигонах. Правильно, как вот в Сирии тоже химоружие где-то заныкало, а потом допустило вход. Вот. Так что это... Это еще вилами по воде. Вот. И кроме того, ну, тоже вот... Многие заметили, что Трамп рвался навстречу с этим, ну, диктатором, по сути. Бросив там вот в Канаде всех своих действительно друзей из Европы. И еще что-то переругался с канадцем там. Ну, в общем, все как-то не так. И действительно, Трамп я считал и считаю, что он в президента не годится такой мощной страны. Вовсе даже. Ну, посмотрим, что дальше будет. Война план покажет. Это у нас по жизни... Ну, вот у нас с женой, например. Да ничего не изменилось, в принципе. Все то же самое. Вот. Президенты меняются. Но я говорю, президент здесь... Не... Не... Как сказать? Не царь. Верховный. Жрец какой-нибудь, да. А там еще и Сенат, и Конгресс. Они его поправляют. И до сих пор длится, кстати, вот эта история о том, что, возможно, Россия вмешивалась в выборы. И все равно будут санкции. И, в общем... Ну, санкции это для России. Ну, и в Америке тоже что-то может произойти. Так что посмотрим. Неясно это все. И у меня бурных восторгов по поводу встречи этих двух толстяков вовсе даже нету. Я человек осторожный. Вот. Ну, вот это, пожалуй, я хотел сказать. И еще один такой момент. Мне сегодня в глаза прям резануло, что в Питере закрывают Пулковскую обсерваторию. Ну, ладно бы там она старая, что-то такое, да. А просто там собираются строить какие-то новые жилые комплексы. Что-то как-то, в общем, строительство на несколько миллиардов рублей. И закрывают. И закрывают. Ну, ребят, вот это отношение к науке и к бизнесу, да. Ну, как к бизнесу. К распилу денег, естественно. Бизнес в России это распил. А наука, а шла бы она лесом. Никому это не надо. Ну, я, знаете, меня почему кальнуло? Я не то, чтобы такой какой-то заядлый астроном, но домашний астроном, да. Я очень давно этим увлекаюсь, еще со школьных лет. И когда у нас в 10 классе, значит, мы получили новенький, ну, я получил новенький учебник астрономии, мне было смешно его читать. Это все равно, чтобы, ну, как, ну, где-нибудь в классе в пятом, чтобы получить азбуку. Вот, и смотреть, и по ней учиться. Я этот учебник мог пересказать гораздо лучше своими словами. Меня учительница даже не спрашивала. Она один раз попыталась меня спросить там что-то про Венеру. Вот, а я затянул там почти до конца урока. Вот, ну, мне просто нравится все это. Всегда нравилась фантастика космическая. Вот, и у меня к астрономии особое отношение. Телескоп стоит вон, здесь даже. Вот, и поэтому вот это то, что Пулковскую обсерваторию закрывают, к чертям, мне это, меня это очень кольнуло. Но это, ребята, это общее отношение к науке. Умные люди в России не нужны. Вот от слова совсем. А зачем они нужны? От них одни хлопоты, они в церковь не ходят. Они на Путина не молятся тоже. Вот, не дай бог он что-нибудь сообразит и выйдет на демонстрацию. Вот, ну, вряд ли, конечно, эти демонстрации, скорее всего, уедет человек умный. Потому что умным людям в России делать нечего. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Сегодня будет еще мой прямой эфир, стрим. Но это я про рыбалку попытаюсь рассказать. Всего хорошего. До свидания. С вами был доктор Влад Сутра.